Привет всем моим зрителям и всем, кто случайно забрел на мой канал. Это видео будет о экономии, как же сэкономить деньги. Эта тема достаточно животрепещущая для всех, особенно девушек. Парни тоже должны уметь экономить. Небольшое предисловие, с экономией я знакома. Не понаслышке, уже в 16 лет я начала работать. И не потому, что была острая в этом необходимость, а потому, что я сама приняла решение, что не хочу просить у мамы деньги на то, чтобы ходить на дискотеки, где-то в кафешке посидеть с друзьями. Я также занималась профессионально бальными танцами, а на это нужно было сказать много денег, это вообще ничего не сказать. И убирала, и на акциях стояла, и мерчендайзером работала, и в садике работала, и танцы преподавала. Очень много всего успела перепробовать еще в достаточно юном возрасте. Потом уже позже были более какие-то глобальные должности, но сейчас не об этом. Экономить нужно уметь с раннего возраста, и на своем опыте личном я это точно поняла. Сейчас я уже замужем, у меня доход, у мужа доход, но бюджет у нас общий, и есть у нас определенные какие-то критерии, пункты, правила, как мы тратим деньги, как мы откладываем, копим на что-то, на чем экономим и как, и так далее. Первое, что я не делала ранее, мы записываем все наши траты. И не думайте, что это делается для того, чтобы жена контролировала расходы мужа, или муж контролировал расходы жены. Нет, это делается для того, чтобы мы оба четко понимали, на что у нас уходят деньги, сколько нам нужно на еду, сколько нужно там на одежду, сколько мы можем, имеем возможность откладывать в месяц, на чем мы экономим, на чем мы, скажем так, лучше бы поэкономили. Вся вот эта вот картина, она более ясная и четкая, когда она прописана. Все чеки из магазинов мы складываем, и в конце месяца проверяем, потому что частенько получается, что ты вроде бы как думаешь, что к концу месяца 500-600 гривен точно остается, а потом, когда в кошельке 100 гривен всего в конце месяца, ты думаешь, куда же, куда же они улетели. И вот эти чеки, они помогают вспомнить, что ты где купил, на что потратился, и почему именно такая сумма у тебя осталась. Второй пункт, который мы четко для себя определили, экономить не жадничая. Я думаю, вы слышали уже фразу, что скупой платит дважды. В этом мы тоже уже убедились. Лучше приобрести вещь подороже, покачественнее, она и прослужит дольше, и носить ее будет более приятно, чем более дешевую вещь. В более юном возрасте, я, конечно, предпочитала покупать там две кофточки подешевле, чем одну, но подороже, потому что две кофточки, ты можешь менять, и каждый день у тебя разный образ, но в то же время, через там 4-5 стирок, эти кофточки уже умирали, и их вид был не очень хороший, в них уже выходить никуда нельзя было. А более дорогая вещь, и служит долго, и выглядит красиво, качественно, сейчас я, конечно, предпочитаю этот вариант. Часто совершают ошибки, пытаясь экономить на обуви, покупая более дешевую, несколько пар, чем одну более качественную. Тут также на своем опыте могу сказать, что действительно лучше подкопить, если необходимо, если нет возможности сразу купить более дорогую обувь, чем покупать несколько, но дешевых. Помимо того, что более дешевая обувь и выглядит похуже, и служит недолго, она еще и негативно влияет на наши стопы, портит походку, и на позвоночник влияет. Я, кстати, со своими проблемами с позвоночником очень сильно на себе это ощутила, и теперь я так не рискую. Третий пункт у нас с мужем также появился уже после того, как мы начали жить вместе, и то не сразу. Сначала также мы прошли несколько ошибок, старались экономить, и покупали более дешевые порошки. Тяжело выстирывалось, приходилось стирать несколько раз, полоскать несколько раз, и получилось, что от той экономии, которую мы вроде бы решили для себя сделать, покупая недорогой порошок, не осталось и следа. И порошок очень быстро заканчивался, и качество вещей нам после стирки не нравилось. Сейчас мы покупаем более дорогие порошки, к примеру, вот сейчас у нас вот такой от Тайт, он и достаточно экономно расходуется, и с первого раза отстирует вещи так, как нужно. И еще с этим порошком мы перестали и ставить машинку на дополнительное полоскание. Раньше постоянно ставила эту дополнительную функцию, потому что хотелось хорошенько все выстирать и убрать следы от порошка. Здесь этого совершенно не нужно. Если использовать качественный порошок, вы экономите не только деньги и время, а еще и вашу нервную систему, потому что я помню, когда, не помню уже каким порошком, не важно, я постирала новый свой свитшот, дорогой, хороший свитшот, и после стирки он был неносибельным, нервная система моя точно пострадала. Четвертый способ экономить нам подсказали наши знакомые, семейная пара уже с достаточно долгим стажем, и он касается воды, особенно если у вас стоит счетчик на воду в квартире. Я такой человек, который любит покупаться, да и муж у меня тоже, и мы достаточно много воды расходуем, но когда ты ванну принимаешь, ты хоть понимаешь, за что ты платишь. Это удовольствие, это расслабление, а когда ты моешь посуду, и при мытье посуды очень много воды расходуется, тут, конечно, ты уже недоволен. Я даже не могла подумать, что на самом деле это может сработать, но это работает. Есть обычные краны, я вам покажу картинку, и есть краны, которые выглядят как душ, у которых распылитель широкий, так вот, если поставить вот такой кран с широким распылителем, мытье посуды и по скорости увеличивается, ну на 50% просто быстрее моется посуда, а во-вторых, экономия воды получается. Наши знакомые, когда поменяли кран с обычного на вот такой, действительно заметили, что в конце месяца оплата за воду значительно сократилась, особенно если у вас большая семья, и вы очень много моете посуды. Эти краны, кстати, уже даже есть с какими-то воздушными подушками, при помощи которых увеличивается напор воды, и даже с маленькой струйкой будет сильный напор из этого крана-душа, и таким образом вы также быстрее и более качественно будете мыть посуду. Продолжая тему мытья посуды, мы остановились на моющем от Ферри, нам нравится и как он расходуется экономно, и как он очищает посуду. Я человек, который терпеть не может разводы. Я не говорю о грязной посуде, понятное дело, что когда ты поел, посуда будет грязная, но после того, как ты ее помыл, она должна просто блистать. Вот у меня есть такой пунктик, посуда должна быть идеально чистой, и никаких разводов. Вот с более дешевыми средствами разводы остаются, и я потом начинаю перемывать, перетирать, и средство много уходит, а здесь и расход маленький, экономный, и действительно с первого раза посуда отмывается очень хорошо. И у нас Ферри, и у мамы моей, и у моей сестры Ферри, только ароматы у всех разные, и у родителей мужа, также вот мы недавно были, они также используют Ферри. К тому же Procter & Gamble старается их усовершенствовать, вот это уже до двух раз гуще консистенция. Ну, короче, экономить надо разумно, грамотно, и так, чтобы и на вашей семье это не отражалось. Ну, и пятый способ экономить, который мы открыли в нашей семье, на самом деле он подойдет не всем, но многим. Если вы много читаете, любите читать, у меня муж, например, очень много читает, я читаю, так скажем так, периодами, то очень много, то вообще делаю паузу, ничего не читаю, потом опять у меня начинается какая-то книжная атака. Так вот, книги, разумеется, сейчас не дешевые, тем более с новыми красивыми оформлениями. Я люблю книги, но когда ты глотаешь эти книги буквально за ночь, и тебе уже нужна еще одна, а иногда мы умудряемся по несколько книг одновременно читать, в этом варианте поможет электронная книга читалка. И с появлением читалки у нас, конечно, тоже расходы в плане книг сократились, и, как по мне, это и удобно, и экономно, и, ну, одни только плюсы. Если вы, конечно, фанат книг, и не хотите читать при помощи электронной книги, тут, конечно, вам решать, тратить деньги на книги или нет. Мы параллельно все равно книги покупаем. Вот недавно у меня муж пошел в магазин и купил книжки, которые он очень давно хотел себе приобрести, там, где были, была акция. Но основную часть, основную массу книг мы закачиваем на электронную книгу. Тем более некоторые книги можно скачать в интернете бесплатно. А если их покупать, на некоторых сайтах электронные книги покупаются, все равно это в разы дешевле, чем купить книгу в магазине. Я думаю, это видео я закончу на пяти советах. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, и я сниму продолжение. Потому что способов экономить в нашей семье и вариантов у нас еще очень-очень много. Есть и очень прикольные, интересные. Кому-то они подойдут, кому-то нет. Но для нас они работают, и мы их регулярно используем. Обязательно внизу под этим видео напишите ваши варианты экономии. И неважно, в браке вы или живете сами. Любые советы будут очень интересные. Что-то возьму себе на заметку. Надеюсь, эти варианты вам также были интересны и реально вам помогут. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Я вас всегда жду на своем канале. И встретимся в комментариях. Всем пока!